Добрый день, друзья мои. Ко мне обратились журналисты из кинокомпании, которая поставляет контент для телеканала «Звезда». Любопытное очень предложение было рассказать о восстании в Бадабере. Прежде они обратились к Александру Владимировичу, дядю Сашу, но поскольку он не в Москве, плюс он очень не доверяет журналистике современной, отечественной, вот сейчас. И, ну, надо признать, и я тоже без особой радости принял это предложение. Но потом подумал, что все-таки стоит, наверное, уточнить, какая тема и какие именно вопросы интересуют их для того, чтобы это было освещено на телеканале «Звезда». Хорошо. Я попросил сделать это и получил ответ. Этот ответ с вопросами я опубликую ниже, вот, под этим видео. Когда мы прочли с дядей Сашей эти список вопросов, да, мы... нас постиг шок. Вот без преувеличения, именно шок. Вот. Действительно, действительно требовалось некое разъяснение, и я с продюсером телеканала, ну, кинокомпанией, которая готовит контент для телеканала «Звезда». Мы, значит, переговорили довольно так на серьезных, в общем-то, повышенных, может быть, даже тонах. Я отказался давать интервью, но через некоторое время меня эта девушка, молодая, уговорила. Ну, и мотивация, которую я преследовал, значит, это было донести максимально то, что факты, которые нам известны. То есть, чтобы опровергнуть вообще, ну, как бы это правильно сказать, очень серьезные неточности, уже таящиеся в самих вопросах для интервью. Вот. Ну, почитайте ниже, это будет любопытно вам. Вот. Часовое интервью получилось, я съездил, и для того, чтобы потом не передергивали. И, да, я использую, параллельно хотел сделать запись, но, к сожалению, это не получилось, но тем не менее. Вот. Мы сегодня опубликовали девятую главу из книги Александра Владимировича Лаврентьева «Афган без вести пропавшие», где идет речь именно о восставших в Бадабире, о том событии, о подвиге наших ребят, которые подняли восстание в лагере беженцев в Пакистане в Бадабире. Или в Бадабире. Вот. Так вот. То, что мы не опубликовывали, не говорили раньше, но, тем не менее, это так или иначе шло косвенно в той информации, которую мы давали. И письменно, и предоставляя хронику, добытую от западных журналистов, рассекреченную Центральным разведывательным управлением и так далее, так далее, так далее. Вот. В книгу это мы... Ну, то есть, Александр Владимирович решил не писать. Это вот факты о Николае Семине, пропавшем без вести и погибшем. Вот. И еще о нескольких людях. Вот эти вот информации точную, то есть факты. То есть, это вот не просто какие-то воспоминания по чьим-то там придумкам, домыслам и тому подобное. А это касаемо доказательств прямых. Это видео, интервью, воспоминания непосредственных участников, то есть людей, которые разговаривали с этими ребятами. Скажем, в том числе даже записка-просьба о предоставлении политического убежища. Вот. Это все на руках, и мы это публиковали. Вот. Ну, вот сейчас вот так картинка более-менее собралась по восстанию. И вот все я это рассказал, значит, для телеканала «Звезда». Проект у них любопытен. Вот. Название проекта вы тоже прочтете и тоже станет немножко вам, наверное, интересно, что из этого может получиться. Да. И почему именно Бадабер? Ну, я пытался рассказывать еще о трех фактах, очень удивительных, которые нам стали известны за последние годы и которые неизвестны в нашей стране. Но по выражению лица, я думаю, что им это не интересно было, а им интересно было вот то, вот чего уже, собственно, настало брендом, да. Вот брендом там раскрученным, как, да, вот, как, скажем, 28 панфиловцев, да, когда по итогу, да, все 28 панфиловцев были посмертно награждены золотой медалью Героя Советского Союза. А по итогу оказалось, что не так все просто в этой истории. И есть факт нахождения даже в плену одного из них. И еще там с несколькими людьми из этих 28 человек, в общем, были вопросы. Так же и здесь, не так все просто. Тогда это требовалось, вот такая вот информация, и требовалось героизм, и поэтому история эта обрастала домыслами, превращалась в легенду. Вот. Ну, а теперь прошло достаточно много времени, и понятно, что много любопытных фактов, которые не оттеняют их подвиг, а, ну, как говоря профессиональным языком, драматургически усиливают, потому что так или иначе эти люди подняли восстание. Вот. Интересно, что у этого телеканала получится. А сегодня вы можете прочитать также вот девятую главу из книги «Афган безвести пропавший» на ресурсы Дзен. Вот. Я ссылочку оставлю под видео. Или, если видео это будет на Дзене, то, соответственно, читайте, размышляйте. И, да, тем, кто интересуется этими событиями, это лишний раз доказывает о непредсказуемости русского характера, о непредсказуемости вообще войны. И то, что еще даже сотой доли, какой сотой, тысячной доли, не описано, не описано о войне в художественной документальной литературе, потому что она имеет столько граней, что ты даже глазом их не уравниваешь, не улавливаешь. Поэтому продолжаем рассматривать другую и тему пропавших безвести в Афганистане. Ну, меня она беспокоит. Иной раз я даже сам себе поражаюсь. Ну, на этом разрешите откланяться. Всего наилучшего. До свидания. Продолжение следует...